МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он был очень смелым человеком. Если бы в театре существовали воинские звания, то он был бы генералом, маршалом, даже генералиссиусом, причем не потерпевшим ни одного поражения. Он возглавлял три театра и везде, начиная с нуля, достигал вершин. Он был не просто замечательным актером, режиссером и педагогом, но и выдающимся общественным деятелем. Он был последним из великих, оставшихся в 20-м столетии. Ты же старый человек, ты должен постичь, я же первую зарплату домой несу. У меня же семья, сын, жена, дом, он же ключ. Начиналась судьба Олега Ефремова очень буднично, и ничто не предвещало великих свершений. Еще в детстве он увлекся театром, занимался в драм-пружке «Дома пионеров». «Если бы не это, то я обязательно стал бы бандитом», скажет Олег Николаевич о себе в зрелом возрасте. Олег Ефремов сыграл на сцене более 50 спектаклей и поставил около 70. Однако невероятно загруженной административной, творческой и педагогической работой, а он еще был и профессором в школе-студии МХАТ, Олег Николаевич все-таки при любой возможности соглашался сниматься в кино. И не только потому, что кино дает широкую популярность, всенародное признание. У него не было времени на масштабные съемки, подготовку больших ролей. Его герои, как правило, фигуры второго плана. Но тема интересна была для Ефремова работа в ограниченном игровом пространстве. Именно здесь можно было сконцентрироваться, использовать все творческие возможности для того, чтобы емко и точно воплотить режиссерский замысел, сумев уложить в эти рамки и свое видение образа. Куда нам деться от своих ролей, злодеев, цередворцев, королей? Не только автор и не только в сказке Нам жизнь порой подсовывает маски. Дебютировал в кино Олег Ефремов в 1955 году в «Милограмме» первый эшелот. С тех пор он снимался регулярно, и каждое его появление на экране было настоящим событием и праздником для миллионов зрителей. Актер редкой органики, с озорным темпераментом и богатой фантазией, Ефремов умел разобрать роль в мельчайших деталях, создав при этом целостный, выстроенный образ. С годами его актерская палитра обогатилась самыми разными красками, от мягкой, а порой и горькой иронии, нежного лиризма до высокой трагедии. Кино концов несчастных, но просто не бывает. В кино концам счастливым главенствовать дано. И взрослые, и дети отлично это знают. Герои Ефремова не просто притягивали. За несколько минут экранного времени они становились задушевными друзьями самых разных людей. Дарили надежду, расцвечивали и продлевали жизнь. Таким был танкист Иванов, на котором вся Россия держится из военного киноромана «Живые и мертвые». Шофер Саша, излучавший фантастическое обаяние из велодрамы «Притополя на плющихе». Бесконечно трогательный художник-самородок Федор из фильма «Александр и ты. Гори, гори, моя звезда». Эй, вертайся. Да не туда и туда. Тонкий комедийный дар Ефремова очаровывал его бесчисленных поклонников, вызывая восхищение как при появлении стоически принципиального эболита, так и высоконравственного следователя Подберезовикова. «А когда бы Бармалей Костя нам не строил, Мы не знали бы, что мы, видимо, герои, Что не станем мы в беде, А хотели ухать. Это очень хорошо, Что пока нам плохо. Это очень хорошо, Это очень хорошо, Что нам очень плохо. Поэта судят по вершинам. Насколько велик актер Олег Ефремов, Говорит его полминутное появление в фильме «Звонят, откройте дверь». Герой Ефремова, бывший когда-то задорным пионером, Сегодня безнадежно спившийся старик. Открыв дверь своей коммуналки, Он не произносит ни слова, Но в его загнанном, отрешенном взгляде Запечатлелся портрет целого поколения. Явление неожиданного Ефремова Длится всего полминуты, Но потрясения от произошедшего чуда Остаются надолго. Всего Олег Ефремов сыграл более 90 ролей В художественных и телефильмах. В разные годы Олег Николаевич Поставил несколько картин. «Строится мост», «Старый Новый год», Телепостановки «Вечно живые», «Соло для часов с боем», А также ряд телеспектаклей по Чеху. Из актерских работ Зрителям особенно запомнились Герои фильмов «Берегись автомобиля», «Три тополя на плющих» И «Здравствуй, прощай», «Шофер на один рейс». Не менее талантливые, непохожие Образы капитана Иванова В «Живых и мертвых», Наглого, самоуверенного Долохова В «Войне и мире» И многие-многие другие. В конце жизни в интервью Независимой газете Олег Николаевич сказал «Хочется сыграть нечто Сложно-психологическое и современное». Эти слова являются, пожалуй, Творческим кредо актеров кино. Он особенно охотно играл Современную жизнь. Ему интересно было Проникать в психологические глубины, Открывая при этом Нечто серьезное и важное, Уводя зрителя за собой, Приглашая поразмышлять, Пофилософствовать. У Олега Ефремова Практически не было Отрицательных персонажей. Его герои были Не яркой внешности, Деловые, обстоятельные, Не всегда удачливые. Но в них была одна особенность. Они были не просто симпатичны, А притягательны Своей высокой нравственностью. Я понимаю, товарищ судя, Перед вами сложная задача. Деточкин нарушал закон, Но нарушал из благородных намерений. Он продавал машины, Но отдавал деньги детям. Он, конечно, виноват. Но он Не виноват. Пожалейте его, товарищ судя. Он очень хороший человек. В 1945 году, Выдержав огромный конкурс, 18-летний Ефремов Становится студентом Актерского факультета Школы-студии МХАТ. На первом курсе, Испытывая почти религиозное чувство К учению Станиславского, Он вместе с несколькими Своими однокурсниками Принес клятку верности Своему кумиру, Романтически скрепив Ее собственной кровью. Коллеги Олега Ефремова Всегда отмечали, Что на каждой его роли Лежит отпечаток его личности. Он был сложный человек. Прежде всего, умный, Цельный, ответственный. О ранней духовной И профессиональной зрелости Ефремова Можно судить хотя бы по такому факту. В дневнике студенческой поры Есть запись. Я буду главным режиссером МХАТа. И он целеустремленный, Настойчиво долгие годы Шел к намеченной цели. Но вернемся к биографии актера. Окончив в 49-м году Школу-студию МХАТ, Олег Ефремов Становится актером И главным режиссером Центрального детского театра, Оставаясь при этом Еще и педагогом Своей Альма-Матер. Семь лет стали для него Периодом становления, Накопления опыта. Но знаменательны они Еще и тем, Что в это время Он задумал создать Новый, свободный от рутины, Живой театр, Идущий в ногу со временем. Идея четко обозначена Даже в самом его названии Современник. Будучи по своей природе Лидером, борцом И реформатором Ефремов Сумел объединить Вокруг себя Талантливых представителей Театральной жизни Москвы И решить все Организационные вопросы И создать первый Демократический театр В Советском Союзе. В самом Современнике Вокруг него Возникла особая атмосфера Созвученная с дыханием От тепли 60-х годов. Молодая труппа театра Своей идейной, художественной И нравственной направленностью Отчаянно бунтовала Против идеологии Пост-сталинской эпохи. Нередко вольнодумные Постановки режиссера Ставили театр Под угрозу его закрытия. Рождение новаторского театра Невозможно без открытия И утверждения Новых актерских индивидуальностей. Современник подарил нам Созвездие дарований Отобранных и выпистованных Олегом Ефремовым. Подобралась не просто Талантливая труппа. Возник и сформировался Союз единомышленников Спаянных общностью идеалов. Заслуга Ефремова Состояла в том, Что он не просто открыл И объединил Индивидуальность В великолепной Театральной ансамбль. Он сделал каждого Из своих актеров Не просто идеальным Выразителем Собственных режиссерских Замыслов, Но и достойным соавтором. Ефремов и его труппа Стали известны Всей Москве. Поэтому не случайно, Что именно к нему В 70-м году Обратилась группа Старых актеров МХАТа С просьбой Возглавить их театр. Помочь вдохнуть Его старые стены Новую жизнь. Так 42-летний Олег Ефремов Достиг той цели, Которую поставил Перед собой Еще в юности. Надо сказать, Что к середине 50-х годов 20-го столетия МХАТ стал цитаделью Всего устаревшего И официозного в театре. Да, там оставались Прекрасные актеры, Но достойного Художественного руководства Не было. Великие старики Уже ушли В мир иной. Ефремову нелегко Было оставлять Родной современник, Друзей, Единомышленников. И все-таки Он ушел в МХАТ, Потому что считал Своим долгом Вернуть прославленному Театру страны Его первоначальную Художественную миссию, То направление, Которое было определено Его великими основателями Станиславским И Немировичем Данченко. Проводя реформы, Олегу Николаевичу Пришлось пережить Тяжелейший раскол труппы. Желание сохранить Живую душу МХАТа Даже ценой передела Стоило ему Многих лет жизни. Но он не жалел об этом, Потому что Именно театром и жил. Первым делом Ефремов собрал Великих мхатовских ветеранов В спектакль Соло для часов с боем, Который поставил, Пригласив помощники Одного из самых знаменитых И выдающихся театральных режиссеров Анатолия Васильева. Спектакль Соло для часов с боем Имел такой бешеный успех У публики и критики, Какой мхатовцы Не помнили уже Несколько десятилетий. Конфликт поколений Был увлажен. Когда Ефремов соглашался Возглавить МХАТ, Он предполагал И очень надеялся, Что современник И главный театр страны Сольются в единый коллектив. Но большинство артистов Современника Не пожелало Объединяться с громоздки Партийно-официозным монстром. Репертуар своего нового театра Ефремов стал заполнять спектаклями На острые современные темы. В труппу Ефремов пригласил Замечательных артистов Среднего и младшего поколения Из других театров. Иннокентия Смоктуновского, Андрея Мехкова, Татьяну Доронину, Олега Борисова, Сергея Юрского, Анастасию Вертинскую, Юрия Боктырева, Станислава Любшина. Тогда как труппом хата Насчитывало почти 200 человек, Большинство из которых Сидело годами без ролей. Олег Ефремов не был отшельником. Он был живым человеком Со своими увлечениями И слабостями. Его очень любили женщины, Что неудивительно, Учитывая его фантастическое обаяние. И он платил им взаимностью. И хотя у него не сложилась Семейная жизнь, На пороге своего 65-летия Он скажет, Я человек. И ничто человеческое Мне не чуждо. А иначе как можно было бы Вообще существовать? Поэтому у меня есть друзья, Есть и подруги, А также есть книги И все остальное. Гриша, Я стишки сочинила. Я тебе еще скажу, Только ты не смотри на меня, ладно? Сияет солнце в небесах, Цветут красивые ромашки, Поет кукушка там в лесах, А в дом ко мне приходит счастье. Люблю тебя лишь одного, Люблю глаза твои родные, Хочу спросить, Хоть у кого, За что мне эти дни золотые? Приходил твой муж. Да, Я думаю, Ну куда это он подался? Нам надо подождать. Чего подождать? Вообще подождать. Не встречаться? А я дал слово. Витьке дал слово. Чего будем ждать? Пока жизнь подскажет. В кино, да и в театре Олегу Ефремову чаще всего Доставались роли людей простых, Обычных. Но он играл их так, Что было ясно. Простых, обычных, Неинтересных людей не бывает. Он людей знал и любил. А люди любили его. В этом смысле У него была счастливая судьба. В последние годы жизни Человеческие радости Ефремову все больше Заменял театр. Как вспоминал актер Борис Щербаков, Домой он не спешил. Он не был домашним человеком. Дом был большой, Неуютный, Холостяцкий. И как бы в Торе ему Татьяна Гаячева, Помощник Ефремова, Говорила, Для него театр был И мать, и жена, И любовница, и друг. Он искренне не понимал, Что может быть другая жизнь Вне театра. Дом, быть, семья. Редкие часы, Свободные от репетиций, Ефремов проводил За чтением Или в задушевных Беседах с друзьями. Будучи тяжелобольным И зная, Что ему отпущено Совсем немного, Олег Николаевич Отказался переменить Образ жизни. Ефремовым нельзя В последнее время Я стал испытывать Какое-то новое Удивительное Чувство К близким людям, Которое я раньше Никогда не испытывал. Чувство нежной жалости. Но и злить ее Ефремова Было не на кого. Подчиняясь Безжалостной закономерности, В конце жизни Он испытывал Горечь одиночества. При том, Что воспитал К горду Замечательных актеров, Имел много друзей И единомышленников. При том, Что был центром, Вокруг которого Все вертелось. В последние годы Он жил, болел И умирал один. В своем последнем интервью Олег Николаевич Ехремов говорил Жизнь один раз бывает. Она тебе дана? Ты уж как-то отблагодари, Используй с почтением И благодарностью. Жизнь – процесс. Надо полюбить процесс. А еще он считал, Что жизнь – это ту же роль. И как любой у своих ролей Старался сыграть ее С полной отдачей. Когда Олега Николаевича не стало, Говорили и писали Преимущественно об одном. Это невосполнимая утрата Для русского и мирового театра. С его уходом Завершилась эпоха Традиционного МХАТа, Как театрального явления 20-го столетия. В силу житейских обстоятельств Олег Ехремов так и не успел Попрощаться со своими родными И близкими. Это трагедия многих Талантливых людей. С одной стороны, Слава и признание, А с другой – Щемящее чувство одиночества В период угасания. И, может быть, не случайно, Когда он умер, Рядом с ним лежала пьеса «Дом, где разбиваются сердца». Добрый тем же шел маршрутом, Шел на пояс торопясь, Задержался на минуту, Чтобы убрать и пыль и грязь. Он не мог смириться с фактом, Что погибнут шесть мышей, Задержался, чтобы как-то Успокоить малышей. Завтра вечером Не пропустите премьеру Психологического триллера Российских кинематографистов «Дом для куклы». А на сегодня все. Оставайтесь с нами. Желаю вам приятного просмотра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова